Левые признали очевидное. Им не светят места в новом правительстве. Сопредседатель партии Сара Вагенкнехт, правда, обвиняет в этом не себя и не своих коллег по партии, а конкурентов, социал-демократов. «Ну да, если посмотреть на результаты опросов, нельзя серьезно говорить, что есть шансы для красно-красно-зеленой коалиции. Мы сейчас рассчитываем на 10%. Для того, чтобы такая коалиция состоялась, нужно получить 20%. Это, конечно, было бы очень здорово. Я бы очень хотела другое правительство, которое занялось бы действительной социальной политикой. Но, к сожалению, я должна сказать, что социал-демократы все прошляпили. В самом начале многие поставили на Мартина Шульца. Но этих людей ждало разочарование. То, что мы сейчас наблюдаем, это скорее сохранение большой коалиции ХДС и социал-демократов. Ранее на этой неделе член социал-демократической партии, министр труда Германии Андрея Налис во время предвыборных дебатов сказала госпоже Вагенкнехт все, что про нее думает. В отличие от меня, вы только и делаете, что выступаете на ток-шоу, но в реальности ничего не изменили к лучшему для республики. Вы за всю вашу политическую карьеру ни на что не повлияли и ничего не изменили для людей. Я, в свою очередь, разработала 42 закона и в том числе закон о минимальной заработной плате, от которого теперь получают прибыль 4 миллиона человек. По данным социологов, на выборах 24 сентября левые и зеленые наберут примерно по 7-10%. Социал-демократы рассчитывают примерно на 22. В сумме этого слишком мало, чтобы объединиться в коалицию. Это значит, что правительство, скорее всего, сформирует христианские демократы. Они могут получить порядка 40% голосов на выборах. Им потребуется поддержка одной партии. Это могут быть свободные демократы или социал-демократы, которые были в коалиции с партией Меркель последние 4 года.